В центре внимания рейдовой группы на этот раз санитарное состояние территорий, находящихся в ведении 5-го ЖЭСа. Первым пунктом в графике мониторинга значится площадка устроящегося здания детского кафе по улице Советской Конституции. В глаза бросается некошенная сорная растительность, обилие бытового мусора, фундаментные блоки от временного ограждения стройплощадки. Собственнику данного помещения будет выставлено предписание о наведении порядка. Задача сегодняшнего мероприятия – это оценка санитарного состояния одной из территорий московского района. У нас территории условно поделены на несколько частей. Как правило, эти территории закреплены за каждым ЖЭСом. У нас их 8 в московском районе. Сегодня мы территорию 5-го ЖЭСа рассматриваем, оцениваем санитарное состояние. В общем, все, что неважное, плохое, неблагополучное по ходу движения у нас появится. Наша задача – принять меры к наведению порядка. Обследование проводится в дворовых территориях, гражданах, кооперативах, массивах. Есть проблемные вопросы, выявляемые по результатам надзорных мероприятий. И при работе межведомственных рабочих групп – это такие территории пустующие, городские, незакрепленные территории. Наличие мусора, покос травы, техническое состояние остановок, освещение территории, потенциально опасный объект и ветхое жилье и брошенный автотранспорт – ничто не останется незамеченным. Эффективная форма работы – беседы с собственниками на местах, с указанием недочетов и обсуждением путей их устранения. Есть и проблемные точки, которые требуют усиленного внимания. Так, территорию за гаражным кооперативом давно облюбовал асоциальный элемент. Поэтому данную зону приходится держать под особым контролем. В данный момент мы находимся за территорией гаражных массивов, гаражных кооперативов. Это одна из проблемных зон ЖС-5, потому что здесь тупиковые зоны. Сюда, как правило, сводятся люди асоциального поведения, подростки. Систематически мы проверяем эти территории, даём предписания, требования, направляем рекомендательные письма. А вот в качестве положительного примера неравнодушного отношения к прилегающей территории можно привезти членов Товарищества собственников «Риверхаус» по улице Богданчука. Есть повод для радости у жителей панельных домов, общежитий и малосемеек в старой части микрорайона «Восток» по улицам Молодогвардейской и Советской Конституции. Наконец-то очередь по благоустройству дошла и до их дворовых территорий. Эта территория была давно уже забыта, здесь ни тротуаров, ни проездов. И к этой территории давно хотели подступиться, чтобы как-то хоть начать её благоустройство. И хорошо, что в этом году, в продолжении прошлого года, мы ежегодно по 15 дворов совместно с коммунальными службами и благодаря финансированию бюджетному начинаем приводить порядок. И этой территории также повезло. Как мы видим, здесь уже проложена часть тротуаров, будут даны некоторые парковки и проезды к этой дворовой территории. Конечно, работы нужно сделать ещё много, не все территории будут охвачены, но это, по крайней мере, хорошее начало. Однако, такие хорошие моменты не должны стать поводом для самоуспокоения. Ведь с начала текущего года силами ЖЭС и администрации Московского района выдано порядка 1300 предписаний и требований по вопросам санитарного состояния. Было проведено порядка 20 административных процессов, составлено 6 протоколов. Стоит отметить, что работа рейдовых групп приносит свои плоды. Территории приводятся в порядок. Такие мероприятия будут проводиться и далее, ведь необходимо приложить все усилия для поддержания высокого имиджа областного центра.